Сейчас сниму тебя. Она смотрит на это. Я тоже хочу. Освоить гончарное ремесло в ночь музеев могли все желающие. Виктория сама сделала вот такой глиняный горшок. Как говорят родители, пусть неровно, зато своими руками. Сначала нужно мятину сделать, потом уже нужно выравнивать, вытягивать. Так греки делали посуду еще до нашей эры. На гончарный круг помещался кусок влажной глины, затем ей придавали форму. Со стороны изготовление чаши может показаться простым. На деле это технически сложный процесс. Глина должна плотно прилегать к подставке, всегда быть влажной, а гончару необходимо непрерывно вращать круг. Тематические мастер-классы – лишь малая часть обширной программы «Ночи музеев». Театрализованное представление, экскурсии и выставки. Уникальная экспозиция – фрески из склепа. Эти фрагменты были найдены при раскопках в склепе Геракла. Его обнаружили под землей неподалеку от музея в 1975 году. Большая часть гробницы была разграблена еще в прошлые века, однако важнейшие для науки и истории артефакты остались невредимыми. Все внутренние стены этого склепа были штукатурены и по штукатурке расписаны в технике фрески. И на этих фресках изображались все 12 подвигов Геракла. Ну, помимо этого, был еще растительный орнамент, гирлянды, солярные символы. Также изображена была сцена семейного обеда. И, конечно, все желающие смогли побывать на раскопе самого древнего города. Традиционный экскурсионный час собрал тысячи человек. Многие отмечали, что изучать историю не по книгам, а по артефактам особенно интересно. Практически вся наша земля – это будущие раскопки или прошедшие раскопки. Но греки оставили, древние греки оставили достаточно большой слой культурный. Мы это видим, радуемся. Хотелось бы и понять, быть ближе к этому. История – это всегда интересно. Это очень интересно. Потому что все не обхватишь. Но вот какую-то частичку присоединиться к истории – это уже хорошо. Ночь музея в 2018 собрала в Анапе более 9,5 тысяч человек. К акции присоединились и городские библиотеки. Ближе к полуночи в Горгипии прошли уже традиционные гладиаторские бои. Для юных посетителей провели интерактивные игры и конкурсы. Выступили творческие коллективы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.